Дед Петруха говорит таксисту, когда приедем на дачу, ты со мной не разговаривай. Моя старуха думает, что я укрох 10 лет назад. В курортной зоне нежно прощается молодая пара. Наконец-то она со слезами на глазах садится в поезд. Они долго машут друг другу руками, поезд трогается. Дед Петруха, изумленная, соседи по купе спрашивают у нее. И надолго вы прощаетесь со своим мужем. Она говорит, с мужем? Я к нему только возвращаюсь. В электричке по вагонам ходил дед Тургаш. Свой товар он предлагал такими словами. Энергосберегающие, экологически чистые, присосы недорого. А торговал он вениками. Однажды дед Петруха со своей старухой ехали на машине и остановились по обеду в придурочном ресторане. После обеда, проехав примерно 40 километров, старуха говорит, я забыла очки на столе в ресторане. Дед Петруха нехоча поворачивает, ругается всю дорогу, ворчит. По мере приближения к ресторану становится все яростнее, ругается. Когда старуха выходит из машины и подходит к ресторану, когда остается примерно два шага, дед Петруха кричит, раз ты уже здесь захватил, тогда со стола тоже еще мою шляпу и кредитку. Встретились две подружки и у каждой в колясочке по малышу. Встретились, начали болтать, а малыши встрепенулись и один спрашивает у другого, а че стоим-то, другой говорит, двигатель разболтался. Влипчу-ка! Пятилетний мальчик, когда его спросили, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, ответил, хрустяком, как тяде Петя. Все удивились, особенно удивилась, жена тяде Петя. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Подписываемся, кликаем на колокольчик.